Близнецы, доброго вам времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, я вас приветствую на своем канале. И в текущем видео для вас снимаю ваш второй прогноз в период с 27 сентября по 3 октября 2021 года. В работе у нас сегодня колоды Fatum Creator и Revival Art Lennerman. Будем смотреть традиционно позитив недели, негатив недели, совет от карт и неожиданность этой семидневки. Подумайте о тех ситуациях, заботах, может быть проблемах, которые вас беспокоят на текущий день и посмотрим, дадут ли Арканы ответ на ваш запрос. Итак, позитив, негатив и совет от карт. Так, смотрите, у вас ложится колесница, паш пентакли, четверка мечей. Что могу сказать? У кого-то здесь может проходить подготовка к поездке, переезду, смене места жительства, подготовка к командировке, либо подготовка, какие-то уже первые, знаете, наброски, наработки относительно покупки автомобиля. То есть вы можете уже ходить по автосалонам, возможно, если вам не хватает суммы, присматривая для себя кредитные программы, которые вам подходят. Ну и, собственно говоря, ту модель, которую вы стремитесь приобрести. Что здесь еще? Здесь может пройти возвращение детей, знаете, возвращение блудного сына. Иными словами, это когда у детей дистанционка, неважно, учатся они у вас в институте или, может быть, на каких-то там колледжах, еще каких-нибудь учебных заведениях. То есть это, знаете, как возврат. Оставить, поставить на паузу, либо заниматься здесь дистанционно. Что еще? По этим Арканам это, безусловно, как ваши вложения в обучение, курсы, семинары, вебинары. Но по четверке мечей вам никуда не нужно ехать, это на дому. Видите, колесница указывает на дистанционный формат. У кого-то там может быть также заочное обучение, но, тем не менее, по ситуации вы здесь будете довольны. Если карты будем смотреть с точки зрения личной жизни, и на данном этапе вы свободны, то здесь может идти знакомство на расстоянии. Реже это знакомство в поездке. И все, что касается напрямую или косвенной автомобилей. Автосервис, шиномонтаж, заправка, дилерские центры. Но то есть здесь, знаете, как знакомство по интересам. Для тех же, кто находится у нас в любовных треугольниках, я не могу сказать, что меняется ситуация. Здесь она останется неизменной. Вот как были, знаете, вот вы, знаете, двое в упряжке и третий вами заправляет. Так здесь ситуация и останется. Видите, королева кубков здесь преподает у вас чувственная сторона вопроса. Ничего менять в этой ситуации вы не захотите. Для тех, кто находится в стабильных связях. То есть вы встречаетесь длительный период, сожительствуете, либо у вас семья и брак. Давайте посмотрим, проанализируем, что здесь у вас. У вас здесь все ровно, все стабильно, все замечательно. Видите, у вас старший орган солнца. Более того, это совместные планы на то, чтобы съехаться, если вы встречаетесь. Либо, если вы живете, это планы подготовки к переезду, смене места жительства, переезд на новое жилье. Если вы живете вместе, это даже, знаете, подготовка к приезду детей, внуков. Ну, то здесь радужные для вас перспективы. Никаких проблемных моментов здесь не вижу. Если органы смотреть с точки зрения работы и заработка и в статусе неработающего пенсионера, то здесь как помощь и дотация от детей к вам, так и вы можете здесь отправлять денежные переводы детям. Если мы будем с вами смотреть ситуацию для тех, кто у нас в статусе соискателя, здесь однозначно найти работу в сфере логистики, грузоперевозки, таксопарк, доставка. Ну, и может быть какая-то работа дистанционного формата, где вы принимаете какие-то заявки, обрабатываете сметы, потому что по шпинтакле это стажировка. Но четверка мечей я не вижу ваших активных действий, чтобы вы ездили куда-то. Если же вы являетесь наемным сотрудником, вот здесь для вас уточним. Ну, по верховной жреце это неясная ситуация. Сейчас объясню, с чем это будет связано. В первую очередь неясность, потому что здесь могут уйти речь о дистанционной работе. Плюс здесь могут вам дать каким-то образом стажера, потому что по связке карт, ну, вот видите, по вашей пентакле четверка мечей. Это какая-то вот зависшая ситуация, вы не будете понимать, будет ли это стажировка, нужно вам кого-то стажировать или нет. Но здесь ситуация стабильна. Но в плане повышения заработной платы, либо продвижения по карьерной лестнице, здесь, конечно, тишина. Если у вас свой собственный бизнес, свое собственное дело, то по восьмерке кубков здесь некое такое, не могу сказать, что это разочарование. Сейчас объясню. Восьмерка кубков это желание поменять концепцию, это идти к чему-то новому. Потому что колесница это внедрять новые продукты, новые товары, новые услуги, получать новый опыт. Но четверка мечей это пауза. Сейчас объясню. Например, вы закупаете товар, только к чему-то готовитесь. Либо вы прощупываете нишу, прощупываете почву. И по восьмерке кубков здесь действительно идут переживания, потому что идет боязнь, окупится ли вам это. Но у вас ли старший аркан влюбленный, который говорит однозначно, вы идете верным путем, верная дорога. Поэтому все получится. В плане состояния здоровья обращаем внимание на почки и надпочечники. У кого-то они могут дать о себе знать. Поэтому если таковые ситуации у вас есть, обязательно обращайтесь к врачу. Что у вас по негативу? Сила, шестерка, жезлов, десятка кубков. Это прикладывание массы усилий. Это идти может быть в чем-то даже наперекор родственникам. Это могут быть конфликтные ситуации с родственниками. И они касаться могут чего угодно, хоть переезда, хоть достижение какого-то результата. Это знаете, как идти всем наперекор. Результаты вы добились, вы здесь победители в этой ситуации. Но поддержки со стороны родственников я здесь не вижу. Здесь может быть критика или осуждение. Объясню почему. Потому что эти арканы лежат в негативе. Что здесь еще может быть? Здесь по связке этих карт. Это в принципе как достичь победы. Но вам придется для этого попросить ваше окружение. Ну, например, я образно моделирую вам ситуацию. Вам нужно закрыть кредит в кратчайшие сроки. Вы понимаете, что у вас ресурсы будут впоследствии. Но вам нужно уложиться в какой-то временной промежуток. И вы можете обращаться за помощью к вашим близким, чтобы решить эту ситуацию. Так, совет по карте. Тройка динариев, она же тройка пентаклей. Оттачивание вашего мастерства. С любовью, с душой относиться к вашей работе. Потому что когда вы именно вкладываете часть своей души, вы будете получать не только отдачу в плане восторженных отзывов, благодарности. Вы растете личностно, духовно, профессионально. Ну и в принципе аркан, который говорит о том, что терпение и труд все перетрут. И самое главное по этой карте это работать, работать, еще раз работать. Почему? Потому что вы сейчас занимаетесь становлением вашего дела, вашего бизнеса, вашей работы. Может быть получение новых проектов, которые дадут вам новые перспективы. И посмотрим с вами, проанализируем неожиданность этого периода. Какова здесь будет ситуация, к чему готовиться и на что рассчитывать. Так, собака, коса, якорь. Здесь у вас как устремить свой взор, это новое направление в плане работы. Потому что смотрите, коса, якорь, кардинальные смены. Причем я дотягиваю какого плана, смотрите, змея проявите мудрость. Даже если вам ситуация покажется патовой, то есть не начинайте раньше времени себя накручивать. Почему? Потому что лилии на самом деле это возможность роста, а главное ей правильно пользоваться. Собака, это знаете, вот связь с косой. Когда вы что-то делаете, не получаете отдачи, у вас опускаются руки. А вам нужно продолжать двигаться в том же направлении. Потому что видите, вот даже ежедневные мелкие шаги в развитии вашего дела, работы, бизнеса, проекта, какой-либо ситуации дадут вам впоследствии перспективы. И если вы это уже делаете длительный период и не видите каких-то результатов, либо не видите какой-то отдачи. Потому что видите, здесь девушка уже устала косить. Она стала такая, облокотилась, отдыха хочет и думает, зачем я это все делаю, где отдача. Но отдача-то впереди, потому что якорь это карта работы. Это знаете, как заякориться, бросить якорь на новом месте. Но вы пока не видите этих возможностей. Поэтому здесь, повторюсь, еще карта собаки, это знаете, служить. Служи своей работе, служи своему делу. Окажи верность тому делу, которым ты занимаешься. Могут быть, кстати, тут еще какие-то напряженные моменты с коллегами, со служивцами, либо с людьми, которыми вы работаете на работе, и вам нужно будет отстаивать свою точку зрения. Но тем не менее, здесь у вас все стабильно. В любом случае, так как мы смотрим, тут еще вопрос материальный у вас, то мы все негативные аспекты для вас перекроем позитивными, чтобы у вас было силы, были ресурсы, было движение вперед для реализации задуманных вами целей, идей, задач и, самое главное, для исполнения всех ваших желаний. Вот таким для вас выходит расклад. Напишите мне, пожалуйста, по прошествии времени, как он для вас отыграется, насколько будет созвучен, информативен. Для меня это очень важно. Для тех, кого интересуют индивидуальные консультации, либо обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты, как всегда, под любым из моих видео, либо в шапке YouTube канала. Я вас искренне благодарю за просмотр. Пусть неделя вас непременно порадует. И до новых встреч!